Женщина действительно может быть себе злейшим врагом, но ребенок не рождается с ненавистью к собственному телу. Скорее, мы убедимся в этом, понаблюдав за младенцем, исследование и использование собственного тела его несказанно радует. 5. Или же своего отца. 6. На протяжении многих лет было написано и разошлось огромное количество книг, посвященных размерам и форме человеческого тела, в частности женского. Большинство этих работ, за редким исключением, вышло из-под пера авторов, которым те или иные разновидности телосложения были явно не по нраву и даже внушали отвращение. Интересно было бы услышать мнение женщин, которые пребывают в здравом уме, независимо от телосложения, и особенно здоровых женщин внушительных размеров. Хотя этот вопрос и не относится к теме данной книги, кричащие женщины у нас внутри, это, главным образом, глубокая проекция, нечто навязанное со стороны общества. Этот вопрос требует очень пристального изучения с учетом более глубоких культурных предрассудков и патологий, которые затрагивают многие принципы помимо размера. В качестве примеров можно привести гипертрофированную сексуальность в обществе, душевный голод, иерархическую структуру и кастовую систему применительно к телосложению и так далее. Бьет бы неплохо, образно говоря, уложить общество на кушетку психоаналитика. 7. С точки зрения архетипа может быть, что некоторые мании, связанные с переделкой тела, начинают бурно распространяться именно тогда, когда внутренний мир или окружающий мир кажется настолько неуправляемым, что человеку остается управлять единственной оставшейся у него мелкой собственностью, собственным телом. 8. То есть принимали как равную и без насмешек. 9. Мартин Фройд, Глори Рефлектит, Сигмант Фройд, Мэн энд Фазер, Нью-Йорк, Венгард Пресс, 1958. 10. В сказках о ковре-самолете есть много разных описаний качеств ковра, он может быть красным, синим, старым, новым, персидским, индийским, турецким, принадлежать маленькой старушке, которая вынимала его только. 447. Пой так далее. 11. Ковер-самолет – это центральный архетипический мотив волшебных сказок стран Среднего Востока. Одна из них, под названием «Ковер принца Хусейна», похоже на сказку «Ковер принца Ахмета» и входит в сборник сказок «Тысяча и одна ночь». 12. В теле присутствуют естественные вещества, так называемые эндорфины, которые вызывают хорошее самочувствие и даже чувство блаженства. Для достижения таких состояний обычно используют молитвы, медитацию, созерцание, они бывают результатом озарения, интуиции, транса, танца, некоторых видов физической деятельности, пения и других глубоких состояний душевной сферы. 13. Когда я проводила опросы представителей разных культур, на меня произвели глубокое впечатление группы, которые, оказавшись вытесненными из общего русла, все же сохранили и даже укрепили свою целостность. Поразительно раз за разом наблюдать, как лишенные гражданских прав, но сохранившая свое достоинство группа в итоге завоевывает интерес и восхищение того главного движения, которое ее некогда оторгло. 14. Одна из многих возможностей потерять такую связь – не знать, где похоронены твои предки. 15. В целях сохранения тайной личности здесь дан псевдоним. 16. Нтазейкшанш форкалад герлс ху хэв консидат суисайд вэнзе рейнбоу и сэнаф, Нью-Йорк Макфлан, 1976. Глава восьмая. 1. От латинского корни «сэн» старый произошли такие родственные слова, как «сеньор», «сеньора», «сенат» и «сенильный». 2. Есть общества внутренние и внешние, и ведут они себя поразительно похоже. 3. Барри Холстон Лопес в своей работе о волках и людях называет это «опьянение мясом». 4. Можно легко впасть в излишество, независимо от того, где ты выросла, на улице или в тепличной атмосфере. 5. Ложные друзья притворства, мертвящая боль, покровительственное поведение, неспособность ярко светить – все это можно встретить в любой среде. 5. Слова Аббатиса Хильдегарды Бенгенской, известной также под именем Святой Хильдегарды. 6. В психологии метод «не получишь конфет», пока не сделаешь уроки называют принципом «примака» или «правилом бабушки». Похоже, даже классическая психология признает, что это правило принадлежит старикам. 7. Джоплин не пользовалась косметикой не потому, что рассматривала это как некое политическое заявление. У нее, как и у многих подростков, были проблемы с кожей, к тому же, учась в старших классах, она, по-видимому, вела себя с молодыми людьми как свой парень, а не как потенциальная подружка. В 60-х годах в Соединенных Штатах многие новоиспеченные активистки не пользовались косметикой, придавая этому смысл политического заявления «не хочу делать из себя приманку на потребу мужчинам». В отличие от них, во многих туземных культурах представители обоих полов используют краски для лица и тела как для привлечения, так и для отпугивания. По сути, стремление приукрасить себя, типичная область женского творчества, украшает себя женщина или нет, и как она это делает, в любом случае это становится индивидуальным языком, передающим то, что она хочет передать. 8. Прекрасную биографию Джейнис Джоплин, героини современной версии красных башмачков, смотри Майра Фридман, Берит Элайф, Зе Боиографи Афьянис Йоплин, Нью-Йорк Морроу, 1973. Исправленное издание вышло в Harmony Books N.O.I. 9. Это не значит, что там не было органических причин, а в некоторых случаях и итрогенных нарушений. 10. Пожалуй, самые близкие к нам версии сказки красные башмачки лучше, чем толстые исторические исследования, показывают, каким искажением и извращением подверглась первоначальная сущность этих обрядов. Тем не менее версии, дошедшие до нас даже в остаточном виде, чрезвычайно ценны, потому что иногда самые поздние и самые грубые наслоения говорят именно то, что нам нужно знать, чтобы выжить и процветать в обществе или душевном окружении, которое повторяет губительные процессы, изображенные в самой сказке. В этом смысле нам повезло, что до нас дошли фрагменты сказки, явно показывающие душевные ловушки, которые расставлены для нас здесь и теперь. 11. Такие обряды древних и современных туземных женщин часто называют обрядами достижения половой зрелости и обрядами плодородия. Однако эти названия отражают главным образом мужскую позицию в антропологии, археологии и этнологии, начиная, по крайней мере, с середины XIX века. Эти названия, к сожалению, не отражают действительного положения вещей, а искажают и умоляют этот процесс жизни женщины. Выражаясь метафорически, женщина проходит сквозь собственные тазовые кости много раз и по-разному, и каждый раз для нее возникает возможность обрести новое знание. Этот процесс длится всю ее жизнь. Так, 449. Называемая фаза плодородия не начинается с менструации и не заканчивается менопаузой. Было бы правильнее называть все обряды плодородия пороговыми обрядами. Каждый из них имеет свое собственное название в соответствии с конкретной преобразующей силой, причем имеется в виду не только внешние достижения, но и внутренние. Хороший пример языка и названия, определяющего суть вопроса, благословляющий ритуал племени Дини, Наваха, который именуется Путь Красоты. 12. Оплакивание непрожитых жизней. Психологическое исследование потери ребенка при вынашивании юнгианского психоаналитика Джудита Сэвидж, Джудита Эй Сэвидж, Мурнинг Анлифт Лайвс, А Psychological Study of Childbearing Лосвилл Мэтт, Илла Нойс Чайрон 1989, Превосходная книга, одна из немногих на эту тему и чрезвычайно важная для женщин. 13. Практики, такие как хатха-йога, тантрическая йога и танец, а также другие действия, упорядочивающие связь с собственным телом, несут в себе огромную силу. 14. В фольклоре некоторых народов говорится, что дьявол чувствует себя неудобно в человеческом облике, который ему не совсем впору, и потому хромает. В сказке «Красные башмачки» девочка лишается ног и тоже становится хромой, потому что она, образно выражаясь, танцевала с дьяволом и переняла его хромоту, то есть нечеловеческую жизнь, шреватую излишествами и убийственную. 15. С приходом христианства старинные сапожные инструменты рашпиль, щипцы, тиски, клещи, молоток, шило и т.д. стали синонимами пыточных орудий дьявола. К началу XVI века во всей неязыческой Европе было распространено убеждение. Лжепророки получаются из жестянщиков и сапожников. 16. Исследования по восприятию насилия как нормы и по усвоенной беспомощности проводили доктор медицинских наук, специалист в области экспериментальной психологии Мартин Селигман и другие. 17. В 70-х годах Ленор Уокер в своей выдающейся работе «Забитые женщины» Ленор Уолкер, The Bettered Women New York, Harper & Row, 1980 Е.Д. Использовала этот принцип, исследуя загадку, почему женщины живут с партнерами, которые обращаются с ними с возмутительной жестокостью. 18. Или тем из нашего окружения, кто юн и беспомощен. 19. Женское движение, национальная организация женщин и другие организации, одни имеющие экологическую ориентацию, другие образовательную и правовую, насчитывают в своих рядах множество женщин, которые, чтобы выступить вперед, заговорить и что, пожалуй, важнее всего, продолжать говорить в полный голос, 20. Подвергали себя большой опасности. Это. 450. Относятся и к тем женщинам, которые стояли и стоят во главе движения, развивают и расширяют его. В правовой сфере многие голоса и постановления принадлежат как женщинам, так и мужчинам. 20. Такое равнение на сверстниц и женщин постарше уменьшает противоречия и увеличивает безопасность для женщин, которые вынуждены жить во враждебном окружении. Однако при других обстоятельствах это заставляет женщин в буквальном смысле предавать друг друга и таким образом отсекать еще одно материнское наследие, возможность иметь старших, которые вступятся за молодых женщин, вмешаются, разберутся. Пойдут с любой из них в суд, чтобы сохранить уравновешенное общество и равные права для всех. В других обществах, где все женщины считают себя сестрами, а мужчины-братьями иерархические качества, налагаемые возрастом и властью, бывают сглажены отношениями взаимной заботы и ответственности. Женщина, которую в детстве предавали, постоянно ожидает предательства со стороны любимого человека, начальника и общества. Ее первый опыт, связанный с предательством, часто связан с каким-то случаем или случаями, в которых были повинны родственницы по женской линии. То, что такая женщина, несмотря на предательство, способна доверять. Еще одно чудо, на которое способна душа. Предательство, когда те, кто обладает силой, видят беду и отворачиваются. Предательство, когда люди не выполняют обещанного, нарушают обет помогать, защищать, заступаться, быть заодно, когда они вместо того, чтобы проявить смелость, проявляют равнодушие, безразличие, непонимание и так далее. 21. Привязанность, это то, что заставляет жизнь выглядеть лучше и в то же время опустошает ее. 22. Голод, одичание или зависимость сами по себе не являются причинами психоза, но ведут глобальное и постоянное наступление на психику. Теоретически ослабленный душой может овладеть комплекс соглашательства. Вот почему важно восстановить поврежденные инстинкты, чтобы человек, насколько это возможно, не оставался в ухудшающемся или уязвимом состоянии. 23. Чарльз Сваерник, Selected Poems, Нью-Йорк, Бразилер, 1985. 24. The Elements of Capture, Copyright C, P. Estes, P. H. D. Из научной работы после защиты докторской диссертации. Возьмите оригинал. Приручите девочку рано, желательно до того, как она начнет говорить или ходить. Чрезмерно до крайности приучите к жизни в обществе. Сделайте так, чтобы ее дикая природа изголодалась. Отгородите ее от страданий и свобод других, чтобы ей ни с чем было сравнивать свою жизнь. 451. Научите ее одной-единственной точки зрения. Создайте недостаток чего-нибудь, или холод, или засуху. И пусть все это видят, но никто ей об этом не говорит. Отсеките ее от естественного тела, тем самым лишив связи с этим существом. Дайте ей свободу в среде, где она могла бы злоупотреблять вещами, которые прежде были под запретом, вещами одновременно опасными и волнующими. Дайте ей друзей, которые тоже изголодались и поощряют ее к неумеренности. Пусть ее поврежденные инстинкты, осмотрительности и самозащиты остаются неисправленными. Пусть из-за крайностей недостаток пищи, избыток пищи, наркотики, недостаток сна, избыток сна и так далее, смерть поселится где-то поблизости. Позвольте ей бороться за восстановление репутации паи девочки и добиваться успеха, но только время от времени. Затем, под конец, позвольте ей снова броситься в омут излишеств, создающих физиологическую или психологическую зависимость, которые убийственны сами по себе или при неправильном употреблении, алкоголь, секс, ярость и уступчивость, власть и так далее. Вот она и попалась. Поверните процесс вспять, и она научится быть свободной. Восстановите ее инстинкты, и она снова станет сильной. Глава девятая. Один. Центральная тема этой сказки, обретение любви и дома и встреча с природой смерти, очень распространена во всем мире. Присказка о том, что приходится отламывать слова с губ собеседника, а потом оттаивать на огне, чтобы узнать, что он сказал, тоже известно во всех холодных странах. Два. В. В. Вот почему в старейших традициях ребенку часто не дают имени, пока с момента его рождения не минует неделя, два лунных цикла, а то и более длительный срок. В. 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 4. При неумелой инициации инициирующая порой ищет только недостатки инициируемой и забывает о том, что составляет остальные 70% инициации. 5. Часто инициирующая создает трудности, не обеспечивая поддержки, изобретает опасности, а потом уходит в сторону. 6. Это позаимствовано из мужского стиля фрагментарной инициации, когда предполагается, что стыд и унижение делают человека сильнее. 7. При этом вам обеспечены трудности, но не поддержка. 8. Или же уделяется большое внимание процедуре, а насущные потребности чувств и жизни души отбрасываются как нечто второстепенное. 8. С точки зрения души и духа, жестокая или негуманная инициация никогда не укрепляет ни женское сообщество, ни связи между отдельными женщинами. 9. Это неразумно. При отсутствии умелых инициаторов или находясь среди инициаторов, которые насаждают и поддерживают жестокость, женщина пытается осуществить самоинициацию. Это восхитительное начинание и замечательное свершение, даже если оно удастся хотя бы на три четверти. Оно достойно всемерного одобрения, потому что женщине приходится чутко вслушиваться в дикую душу и в то, что идет следом за ней, и еще глубже и глубже, исследовать ее указаниям, не имея никаких свидетельств о том, что так поступали тысячи раз до нее и получали прекрасные результаты. 5. Бывает перфекционизм полезный и вредный. Вредный перфекционизм часто бывает тесно связан со страхом показаться некомпетентной. Полезный перфекционизм помогает достичь наилучших результатов, является спутником мастерства. Полезный перфекционизм побуждает душу учиться делать все как можно лучше, лучше писать, говорить, рисовать, готовить, пишу, отдыхать, верить и так далее. Полезный перфекционизм постоянно направлен на то, чтобы развеять сон и воплотить мечту. 6. Надеть непромокаемый лифчик, выражение, принадлежащее Ян Сиэлис Стоквелл, которая является ярким психотерапевтом и писательницей. 7. При поддержке Союза Женщин и многих одаренных целительниц, в том числе доктора Трейси Томпсон, очень заботливого врача этой тюрьмы, и Кэти Парк, энергичной целительницы и рассказчицы. 8. Из стихотворения Woman Who Lives Under the Lake, Copyright 1980, C.P. Estes, Rowin' Songs for the Night Sea Journey. 9. Из стихотворения Come Cover Me With Your Wildness, Copyright 453, 1980, C.P. Estes, Тамжа. 10. Перевод на английский стихотворение La Balsita Negra, Copyright 1970, C.P. Estes, Тамжа. 11. Их словесные образы и откровенные выражения вошли в речь выходцев из Испании и Восточной Европы, проживающих в этих краях. 12. Это могут быть не только дети, но и кто или что угодно. 13. Мои растения, моя собака, мои уроки, мой муж, мои петунии. Все это только отговорки. На самом деле женщина жаждет уйти, но одновременно жаждет остаться. 13. Комплекс всеобщей благодетельницы подрывает компетентность женщины, заставляя ее вести себя так, будто она на самом деле великая целительница. 14. Но для человека пытаться воплотить архетип, все равно что пытаться быть Богом. 15. Достичь этого невозможно, а усилия, затраченные на эту попытку, крайне опустошительны и чрезвычайно губительны для души. 16. Если архетип может выносить человеческие проекции, то люди не выносят, когда с ними обращаются как с архетипом, то есть так, будто они неуязвимы и неисчерпаемы. 17. Если от женщины ожидают или требуют, чтобы она неустанно воплощала архетип великой цели-телышцы, мы увидим, что она потерпит поражение, играя эту утомительную роль, шреватую вредным перфекционизмом. 18. Если вас заманивают в роскошную клетку, предлагая архетипическое одеяние того или иного идеала, лучший ответ, глядя в пространство, покачать головой и продолжить путь к дому. 14. Эдриэн Рич, The Fact of Эйдурфрамы, Нью-Йорк, WW. Нортон, 1984. Пи, 162. 15. В других сказках, например, Спящая красавица, спящая девушка просыпается не потому, что ее поцеловал принц, а потому что пришла пора, столетнее проклятие потеряло силу и настало время проснуться. 16. Окружающий замок, непроходимый лес расступается не потому, что такова сила героя, а потому что проклятие больше не имеет силы и пришло время. Время пришло. 16. В юнгианской классической психологии такого ребенка назвали бы психопомпом, наследником Гермеса, проводника душ в загробный мир. В других культурах психопомпов называют джуджу, бруха, анквагок, циадик. Эти названия используют и как имена собственные, а порой и как прилагательные, чтобы обозначить магические качества человека или предмета. 17. В сказке, почуяв тюлений запах, мальчик ощущает всю силу душевной материнской любви. Какая-то часть ее души проникает в него, не причиняя вреда, а лишь наполняя сознательностью. И по сию пору в некоторых инуидских семьях, когда умирает человек, которого все любят, меховые одежды, головной убор, штаны и другие личные вещи усопшего начинают носить его родственники. При этом друзья и близкие считают, что таким образом происходит передача от одной души к другой, необходимая для продолжения жизни. Они верят, что в одежде, шкуре и орудиях умерших. 454. Содержится мощный остаток души. 18. Заимствована у Мэри Укулад, которая познакомила меня с древним представлением о том, что дыхание состоит из поэзии. 19. Там же. 20. Аксфот Инглиш Дикшонери. 21. Женщины склонны уделять много времени облегчению телесных недугов, особенно недугов других людей, не удосуживаясь выкроить необходимое время для общения с собственной душой. Как правило, они не понимают, что душа сродни магнета или главному генератору человеческой духовности и энергии. Многие женщины пренебрегают взаимоотношениями с душой, считая их не особенно важным инструментом. Однако их, как и многие другие ценные инструменты, необходимо бережно хранить, чистить, смазывать, чинить. Иначе эти взаимоотношения засоряются, как автомобильный двигатель, и в повседневной жизни происходит торможение. Оно заставляет женщину тратить колоссальную энергию на выполнение простейших задач, пока, наконец, мотор не заглохнет где-нибудь на перевале, на головокружительной высоте, вдали от города и телефона. «Тогда возвращаться домой придется пешком и очень-очень долго». 22. Цитата взята из интервью с Робертом Блаем, опубликованного в Bloomsbury Review, January 1990, The Wild Man in the Black Coat Turns. A Conversation by Клоиса Пинкола Эстис. P.H. D. Copyright 1989, C.P. Эстис. Глава 10. 1. Поле сновидений, кинофильм по роману Увщ, Кинсел и Босоногий. Джо. 2. Застой в творческой жизни обычно бывает обусловлен несколькими причинами. Отрицательными, внутренними комплексами, отсутствием, поддержки во внешнем мире, а иногда и откровенным саботажем. Что касается внутреннего разрушения новых начинаний идей, на мой взгляд, творческие поиски чаще всего останавливаются и объявляются несостоятельными в случае манипулирования моделью или, или. Что было раньше, курица или яйцо? Этот вопрос чаще всего заставляет отвести глаза от предмета и мешает определить его многочисленные достоинства. Он не дает увидеть, как устроены вещи, как ее можно использовать. Часто лучше использовать объединяющую и сопоставляющую модели, и. Эта вещь и такая, и другая. Ее можно использовать. Не использовать и так, и этак. 3. Ла-Ла-Рона, произносится ла-йо-роу-не, ла-йо-рона, с ударением на предпоследнем слове и легким грассированием р. 4. 455. 4. Историю Ла-Ла-Рона рассказывают с незапамятных времен, все ту же сказку с незначительными вариациями, главным образом на тему того, как одета героиня. Она была расфуфырена, как шлюха, и один парень подцепил ее в Эль-Пасо, у реки. Он просто рот разинул. На ней была ночная сорочка, длинная и белая. На ней было подвенечное платье, а лицо закрывало длинная белая фата. Многие родители латиноамериканского происхождения используют Ла-Ла-Рона в качестве мистической няньки. Большинство детей так запуганы рассказами о том, как она хватает чужих детей взамен собственных, утонувших, что в городах, расположенных на реке. Вся детвора знает, нужно держаться подальше от воды после наступления темноты и приходить домой вовремя. Некоторые исследователи, изучавшие эти истории, говорят, что это воспитательные сказки, цель которых — запугать людей, чтобы те хорошо себя вели. Зная, какие страсти кипят в крови людей, бывших родоначальниками этих историй, я считаю их революционными сказками, цель которых — пробудить сознание для создания нового порядка. Некоторые сказители называют истории типа Ла-Ла-Ла-Рона Кьюнтас де ла-Ре-Во-Лу-Сион — революционные истории. Истории о борьбе, душевной иной, принадлежат к очень старой традиции, возникшей раньше, чем завоевании Мексики. Некоторые старые кьюнтисты, сказительницы мексиканского происхождения, принадлежащие к нашему роду, говорят, что так называемые летописи ацтеков — это никакие не военные хроники, как утверждают многие ученые, а пиктографические повествования о нравственных битвах, которые приходится вести всем мужчинам и женщинам. Многие ученые и представители старой школы считали, что этого быть не может, поскольку были уверены, что туземное население не обладало способностью мыслить абстракциями и символами. Они полагали, что представители древних цивилизаций — все равно, что дети, которые понимают все буквально. Тем не менее, изучая поэзию Ноуатлея и Майя, относящуюся к тем временам, можно убедиться в существовании яркой метафоры и блестящей способности мыслить и оперировать абстракциями. 5. Как это было на Национальном съезде Зеленого движения, который происходил в Скалистых горах, в районе Континентального раздела, в 1991 году? 6. Получено от Марик Папандриас Андропулос, сказительницы из Каринфа, которая получила ее от Андреа Заркоколис, тоже жительницы Каринфа. 7. Марсел Пагнелл, Джин Девкретто и Мононо в Зе Спринг, translated by W.A. Ван Хейнинджен, Сен-Франциско, Нордпойнт Пресс, 1988. Клод Берри поставил по обеим историям фильмы, Орион Релисис, 1987. Первая история, про злоумышленников, которые перекрыли родник, чтобы помешать молодой супружеской паре осуществить свою мечту, жить. 456. Свободно на природе в окружении зверей, деревьев и цветов и самим выращивать себе пищу. В итоге молодая семья обречена на голод, потому что на их землю не поступает вода. Злоумышленники рассчитывают купить у них участок за бесценок, поскольку за ним закрепилась дурная слава бесплодной земли. Муж умер, жена преждевременно состарилась, а ребенок остался неимущим. Во второй книге ребенок, девочка вырастает, раскрывает злые козни и мстит за свою семью. Стоя по колено в грязи, в кровь обдирая руки, она вытаскивает цементную пробку. Родник снова начинает бить, разливается ручьем, который течет, котя комью сухой земли, так выходит наружу старое злодеяние. 8. Боязнь провала. Одно из тех броских выражений, которые не дают истинного представления о том, чего именно боится женщина. Как правило, каждый отдельно взятый страх складывается из трех частей. Первое — это остаток прошлого, который часто является источником стыда. Второе — отсутствие уверенности в настоящем. И третье — боязнь неудачного исхода или плохих последствий в будущем. Если взять творческую жизнь, то один из самых распространенных страхов — это не конкретная боязнь провала, а боязнь подвергнуть испытанию собственную храбрость. Мы размышляем примерно так, если меня постигнет неудача, можно собраться с силами и начать все сначала, впереди еще непочатый край возможностей. Но что, если у меня получится что-то весьма посредственное? Что, если при всем старании мне не удастся достичь заветного уровня? Для творческих натур это куда более мучительный вопрос. А ведь есть и много других. Вот почему творческий путь — очень серьезная и трудная стезя. Но эта сложность не должна нас останавливать, ибо творческая жизнь проходит через самое сердце дикой природы. Несмотря на найти худшее опасение, нас защищает глубокая забота инстинктивной природы. Девять. Некогда гарпии были богинями бури, божествами жизни и смерти. К несчастью, у них отняли звание прародительниц обеих функций и превратили в однобокие существа. Как мы уже видели при рассмотрении природы жизни, смерти жизни, любая сила, управляющая рождением, управляет и смертью. Однако в Греции культура, выражавшая взгляды и идеалы господствующей верхушки, так сильно подчеркивала смертоносный аспект гарпии как несущих смерть демонических полуженщин-полуптицы, что природа гарпий, связанная с вынашиванием, рождением и воспитанием, была начисто отсечена. К тому времени, когда Эс-Хилл написал свою пьесу, в которой гарпии убивают или заточают в пещеру на краю света, животворящая природа этих созданий была полностью забыта. Десять. Это поздняя версия. Кстати сказать, не все негативные наслоения являются патриархальными, и, конечно же, не все патриархальное негативно. 457. Что касается мифов, которые некогда изображали сильную и здоровую женственность, то здесь старые негативные патриархальные наслоения имеют свою ценность, потому что не только показывают, как культура завоевателей подрывает хранимую прежде мудрость, но и могут показать, как притесняемая женщина или женщина с поврежденными инстинктами была вынуждена оценивать себя тогда и вынуждена оценивать себя даже сегодня. А также как она может исцелиться. Совокупность разрушительных запретов, налагаемых на женщин или мужчин и направленных против них, оставляет за собой нечто вроде архетипического рентгеновского луча, который несет все то, что в процессе развития женщины подверглось искажениям, если она выросла в обществе, не приемлющем женского начала. 11. Многие символы можно отнести как к мужскому, так и к женскому полу. Г. Главное, чтобы человек сам решил, какой из них использовать в качестве увеличительного стекла, рассматривая проблемы души и психики. Нет особого смысла спорить, как склонны делать некоторые, каким символом является некий предмет, мужским или женским, потому что в итоге оказывается, что эти признаки всего лишь предлагают творческий подход к проблеме, А сам символ в действительности включает в себя другие силы, которые мы, стоящие на позиции Архимеда, постичь не способны. И все же использование мужской или женской принадлежности остается важным, ибо каждая своеобразная линза, сквозь которую можно много увидеть. Вот почему я сообразна своему пониманию, ищу символы во всем, чтобы увидеть то, что можно увидеть, чтобы понять, как их можно использовать и, особенно, какие раны можно ими исцелять. 12. Смотри работу из Анимус Абсолит. Женет Джонс и Мэриэн Матун в антологии The Goddess Reawakening, Е.Д. Ширли Николс, Виттон, Илона из Квестбукс, 1989. Эта глава посвящена современным взглядам на Анимус вплоть до 1987 года. 13. Для мифов вполне обычное явление, когда Великая Богиня создает сына из собственного тела. Впоследствии этот сын становится ее любовником. Спутником, Супругом. Хотя кто-то может воспринять это буквально и воспринять как описание НЦЭСТа, понимать это следует иначе. Мы имеем дело с описанием того, как душа порождает мужской потенциал, который, развиваясь, воплощается в своего рода мудрость и силу и вступает в разнообразные сочетания с другими силами души. 14. А иногда и силу, движущую этой рукой. 15. В сущности, отбрасывая принцип мужской природы, мы теряем одну из важнейших составляющих пары противоположностей, которая необходима для восприятия и понимания, на всех уровнях, тайны двойственности человеческого существа. Однако, если женщину коробит даже мысль о том, что... 458. Мужское может быть частью женского, я бы охарактеризовала это как сильную и предприимчивую природу мужского начала. У мужчин, принадлежащих к разным культурам, она нередко оказывается подавленной в процессе повседневных трудов, бессмысленных и бездушных. Это может быть также обусловлено происками общества, которое заманивает мужчин в упряжку и держит в ней, пока от них мало что остается. В процессе своих исследований я выяснила, что некое подобие этой истории может быть вариантом сказок, посвященных зимнему солнцестоянию, когда старый год сменяется новым. В них изношенная умирает и возрождается снова во всем блеске юности. Получено с любовью от Кати, которая в сороковые годы провела четыре года в русском исправительно-трудовом лагере. 20. Преображение огнем, над огнем или в огне является универсальным мотивом. Тот, что мы находим в сказке «Три золотых волоса», встречается в греческом мифе «Диметра, великая богиня-мать». Каждую ночь держит смертное человеческое дитя в огне, чтобы дать ему бессмертие. Случайно увидев это, Метанира, мать-ребенка, обвиняет ее в попытке убийства и прерывает процесс. Очень плохо, говорит богиня Метанира. Теперь дитя останется смертным. Глава 11. 1. То, что вызывает счастье и наслаждение, всегда является задними дверьми, через которые входят любители эксплуатировать и манипулировать. 2. Сказки дядюшки Трунгпы – это непристойные плутовские истории, говорят, что они родом из Тибета. Плутовские истории есть у всех народов. 3. Читал Хьюк – высоко на стене есть изображение, относящееся к категории между ног. На нем представлена женская фигура, которая, широко расставив ноги, демонстрирует нижний рот. Возможно, это изображение оракула. Одна мысль о таком изображении вызывает у многих женщин понимающую улыбку. 4. Чарльз Бор – The Homeric Hymns, Dallas Spring Publications, 1987. Это по-настоящему талантливый перевод. 5. Традиционные истории про койота рассказывают только зимой. 459. Глава 12. 1. В семье и ближайшем окружении. 2. Травмы инстинкта. Эго и духа возникают у детей, если от них грубо отмахиваются, если их не видят и не слышат, не относятся к ним с пониманием или хотя бы более или менее спокойно. Многие женщины поплатились тяжелыми травмами за то, что вполне обоснованно ожидали, что обещания должны выполняться, что к людям должно относиться с уважением, что голодные должны быть накормлены, что каждый должен иметь свободу слова, мыслей, чувств и творчества. 3. Старые эмоции в чем-то похожи на натянутые в душе струны. Грубый окрик свысока может вызвать их отчаянную вибрацию. Их можно заставить звучать, даже не касаясь события, которые несут в себе обертоны, слова, зрительные черты, созвучные исходным событием, заставляют человека сдерживаться, чтобы не дать зазвучать былым эмоциям. В юнгианской психологии такой взрыв сильных чувств называют «констелляцией комплекса». В отличие от Фрейда, который называл такое поведение невротическим, Юнг считал его подлинно обусловленной реакцией, сходной с реакцией животных, которых когда-то раньше преследовали, мучили, пугали или травмировали. Животное склонно реагировать на запахи движения, орудия, звуки, похожие на те, которые причинили ему боль. Человеку свойственны такие же модели узнавания и реакции. Многие люди подавляют содержимое старых комплексов, избегая людей или событий, которые их возбуждают. Иногда такой подход разумен и полезен, а иногда нет. Так, мужчина может избегать всех женщин с рыжими, как у его жестокого отца, волосами. Женщина может избегать всех шумных споров, потому что они слишком многое в ней пробуждают. Однако мы стараемся развивать свою способность выносить любые ситуации, независимо от комплексов, потому что эта неприходящая сила позволяет нам иметь свой голос в мире. Это благодаря ей мы можем изменять окружающий мир. Если мы будем слушаться только своих комплексов, то придется нам спрятаться в норку и провести в ней всю оставшуюся жизнь. Если же мы научимся относиться к ним более или менее терпимо и использовать как союзников, к примеру, использовать старый гнев, чтобы придать остроту своим лозунгам, то сможем многое сделать и переделать. 4. Действительно, существуют органические расстройства мозговой деятельности, при которых одним из характерных симптомов является бесконтрольная ярость. Такие расстройства лечат не психотерапевтическими, а медикаментозными средствами. Но здесь мы говорим о ярости, которую вызывают воспоминания о былых душевных муках. Можно добавить, что в 460. В семьях, где есть особо чуткий ребенок, другие дети, обладающие иной психологической организацией, даже при одинаковом обхождении могут не чувствовать, что их мучают. Разные дети имеют разные потребности, разную толщину кожи, разные способности переносить боль. Тот, чей приемник наименее чувствителен, будет меньше других страдать от жестокого обращения. Наиболее чуткий ребенок будет ощущать все, возможно, даже боль, причиненную другим. Дело здесь не в правде или неправде, а в способности улавливать передачу, которая происходит в окружающем пространстве. Поэтому при воспитании детей стоит помнить очень полезный старый совет. Ребенка нужно воспитывать не по книге, а сообразно тому, что вы узнаете, наблюдая его восприимчивость, личность и дарование. В природе, где все растения красивы, нежный филодендрон может обходиться без воды целую вечность, а и ива, которая гораздо больше и мощнее его, засохнет через неделю. И люди по природе своей тоже очень разные. Кроме того, не нужно думать, что если взрослый чувствует и выражает гнев, то это верный признак незаконченной работы в детстве. В жизни есть место и необходимость для праведного и чистого гнева, особенно если все предыдущие призывы к сознанию, высказанные тоном от нежного до умеренного, не были услышаны. Гнев — это следующая ступень в иерархии способов привлечь к себе внимание. Однако вредные комплексы могут разжигать обычный гнев, превращая его в буйную и разрушительную ярость. Катализатор почти всегда бывает очень незначительным, а реакция на него такой, будто он обладает огромной важностью. Испытанный в детстве душевный разлад и детские травмы могут оказать положительное влияние на то, чем мы будем заниматься, став взрослыми. Многие лидеры, возглавляющие большие политические, научные или иные племена или семьи, делают это, с воспитательной точки зрения, гораздо лучше, чем их родители. 5. От старых сказителей японского происхождения я слышала такую вариацию на тему «Медведь — драгоценное создание». Медведи губят злая сила, и среди людей, которые ему поклонялись, прекращается расцвет новой жизни. Скорбя и плача тело медведя предают земле. Но когда на его могилу падают женские слезы, медведь оживает. 6. Удаление старой окаменевшей ярости, кусок за куском, слой за слоем, необходимый для женщины процесс. Лучше постараться вывести эту бомбу в поле и там обезвредить, чем взрывать поблизости от невинных людей. Правильный подход — постараться обезвредить ее так, чтобы это не причинило никому ущерба. Обычно, если мы постоянно видим или слышим какого-то человека или другой раздражитель, нам становится только хуже. Полезно держаться подальше от этого стимула, кем или чем бы он ни являлся. Для этого 461. Есть много способов поменять квартиру, поменять работу, поменять интересы, поменять окружение. Это очень помогает. Старое правило, предписывающее медленно сосчитать до 10, имеет под собой вескую причину. Если мы сумеем хотя бы на время сократить приток адреналина и других боевых веществ, которые поступают в организм во время вспышки гнева, это поможет нам не дать себя вовлечь в чувства и реакции, связанные с пережитой ранее травмой. Если мы сами не устроим себе передышки, эти вещества будут выделяться и дальше, буквально вынуждая нас вести себя все более агрессивно, независимо от того, есть у нас к этому ай искреннее стремление или нет. Семь. В книге Выздомов Зе Идац. Лондон Актаган Пресс, 1970, есть еще одна версия этой старой сказки, принадлежащая великому суфийскому сказителю и целителю Идрис Шаху. Восемь. Чтобы решиться на это, нужны определенные факторы, в том числе необходимо знать, какой человек или аспект причинил вред, знать, что они способны и впредь причинять вред, и знать их намерения, а также представлять себе распределение сил, равны они или нет. Девять. Слово «дискансы» используется также для обозначения места последнего упокоения, погребения или захоронения. Десять. Если имели место инцест, нападение или другое тяжкое посягательство, может понадобиться много лет, чтобы завершить цикл прощения. Бывают случаи, когда больше сил приносит отказ в прощении, и это тоже допустимо. Недопустимо только безумствовать по поводу случившегося до конца жизни. Такая чрезмерная горячность очень плохо сказывается на душе и психике, а также на материальном теле. Это положение необходимо уравновесить. Для этого есть много разных способов. Нужно проконсультироваться у психотерапевта, который является сильной личностью и специализируется в подобных проблемах. Найдя такого профессионала, следует задать ему вопрос, каков ваш опыт в области усмирения, ярости и укрепления духа. 11. Форгоу от древнеанглийского форген или форджейн, проходить-уходить, аксфот инглиш дикшонери. 12. Форбэа от средневерхненемецэково вэрбэрн, мириться и иметь терпение, аксфот инглиш дикшонери. 13. Форгет от древнетефтонского джетан, держаться или цепляться с префиксом фор означает не держаться, не цепляться, аксфот инглиш дикшонери. 14. Форгиф от древнеанглийского форзайфон, давать или даровать, прекратить питать неприязнь, аксфот инглиш дикшонери. 15. Несколько иное определение такой разновидности прощения можно найти в аксфот инглиш дикшонери. 1865J. Гроут Морала и Диас, 8876. 114. Активное прощение. Способность платить добром за зло. На мой взгляд, это высшая форма примирения. 462. 16. Не только разным людям требуется разное время, чтобы простить, это время зависит еще и от понесенного ущерба. Одно дело простить недоразумение и совсем другое простить убийство, инцест, жестокость, несправедливость, предательство, вороство. В зависимости от ущерба, иногда бывает легче простить однократную обиду, чем повторное. 17. Поскольку тело тоже обладает памятью, ему также следует уделять внимание. Суть в том, что нужно не убегать от ярости, а исчерпать ее и разоружить и таким образом перестроить либидо, которое тогда будет свободно совсем иначе, чем прежде. Это физическое освобождение должно сопровождаться душевным пониманием. Глава 13. 1. Я согласна с Юнгом. 2. Человек, который совершил несправедливость, не сможет от нее исцелиться, если не расскажет о ней абсолютно правдиво, не взглянет на нее честно. 2. Впервые я прочитала об этом у Эрика Берна и Клода Стайнера. 3. Вэй, то есть эксперимент Юнгянской ассоциации слова, тоже подтверждает это. В данном исследовании раздражитель вызывает резонанс не только когда человек слышит слово, которое возбуждает отрицательные ассоциации, но и при упоминании некоторых более нейтральных слов. 4. Иногда за этим следуют фотографии отцов, братьев, мужей и дядьев, дедушек и рассказы о них, а порой о сыновьях и дочерях, но основная работа сосредоточивается на родственницах по женской линии. 5. Она одна страдает как козел отпущения, как пожиратель греха, не имея ни власти, ни выгод того или другого, то есть благодарности, почести и воздаяния ближних. 6. Сказка Мэри Калейн и Мертвец, одна из визитных карточек сказительниц, двух необычайно талантливых и лукавых женщин из Северной Каролины. Их зовут Барбара Фример и Конни Риган Блейк. 7. Пол Крессенблат, PHD, Биттер Тирс, 19th Century Diaries, 120th Century Grief Ties, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1983. Об этой книге я услышала от Джудит Сэвидж. Глава 14. 1. Юнгово понимание мистического соучастия было основано на… 463. В взглядах, бытовавших среди антропологов в конце XIX, начале XX веков, когда многие из тех, кто изучал племена, ощущали свою к ним непричастность и были от них очень далеки, а потому не были способны понимать поведение составлявших племена людей как поведение человеческой среды, которая может иметь место где угодно, в любом обществе, независимо от расы и национальности. 2. То, о чем здесь говорится, ни в коем случае не означает, что нанесенный человеку ущерб, допустим, потому что делает его сильнее. 3. О реальном инцесте, совершенном отцом, и последующей детской травме смотри… 4. Бэйсэнд 50. Сорнтон Виз Джей Бристо, ЭДС, I Never Told Anyone, Writings by Women Survivors of Child Abuse, New York Harper & Row, 1983, а также в Коан и Гила W. Лин, ЭДС, Multiple Personality Disorder from the Inside Out, Baltimore, Sidran Press, 1991. 4. Предполагается, что в большинстве случаев болезненная утрата невинности происходит под влиянием мира, внешнего по отношению к семье. 5. Это постепенный процесс, который переживают почти все и который завершается мучительным осознанием мысли, в мире все не так уж безопасно или красиво. В психологии развития это рассматривается как осознание того, что ты не центр вселенной. Однако применительно к духу это в гораздо большей мере являет собой пробуждение и понимание разницы между божественной природой и природой человека. Невинность не должна стать случайной добычей отца или матери. Всему свое время. Родители должны по возможности быть рядом, направляли помогая, но главная их задача подбирать осколки и снова ставить дочь на ноги. 5. Символический образ мельника встречается в сказках в своем добром и злом аспектах. Иногда он скуп, а иногда щедр, как в сказках про мельника, который мелит зерно для эльфов. 6. Постепенное пробуждение, когда мы медленно в течение некоторого периода времени снимаем оборону. Менее болезненно, чем тот случай, когда оборона рушится мгновенно. Однако, хотя быстрый способ поначалу бывает более болезненным, в режиме терапии или восстановления он дает возможность скорее начать работу и скорее довести ее до конца. 7. В других сказках число 3 символизирует кульминацию напряженной борьбы. Таким образом, 3 можно понимать как жертву, которая дает начало новой жизни. 8. Лао Цзи, древний философ и поэт, автор трактата Дао Де Цезин. 9. Для разных людей есть разные методы. Одни методы, скажем танец, отличаются внешней активностью, другие, например, танец молитвы, танец ума, танец песни, активны по-другому. 10. Капирайт 1989 КП. Эстис, Вормин зе Стоун Чайлд, Мифс энд Сторисов. 464. Зе Эбандант Анматер Чайлд, аудиокассета, Боулда Калаэду, Саунд Стру, 1989. 11. Известно, что женщины и мужчины, переживая серьезную душевную перемену, обычно испытывают меньше интереса к внешнему миру, поскольку они мыслят, мечтают и производят отбор на таком глубоком уровне, что все внешнее просто-напросто отпадает само собой. По-видимому, душа не очень интересуется мирскими делами, если в них не участвует высшая тайная сила. Однако это необходимо отличать от синдрома, предвестника болезни, при котором человек совершенно перестает следить и ухаживать за собой, и к тому же присутствуют явные и серьезные нарушения умственной работы и социального поведения. 12. Мне очень странно слышать, как Куклуксклан, желая оскорбить всех цветных, называет их грязными. В старину слово «грязь» употреблялось в весьма положительном смысле, так что это выражение, скорее всего, очень подходит в качестве обозначения носителей в высшей степени мудрой и сильной инстинктивной природы. Как повествуют мифы о творении, именно из грязи и других разновидностей Земли были созданы люди и мир. 13. Губы, лезвие топора и женские половые губы подобны по форме. 14. Двойной топор богини – это древний символ, который различные женские группы сегодня используют как символ возврата к силе женственности. Кроме того, женщины, входящие в мою учебно-исследовательскую группу сказочниц Лас Мэйрас, на основе разных источников часто делают выводы, что губы, похожие на крылья бабочки и двойной топор с древних времен являют собой сходные символы, причем считалось, что душа имеет форму бабочки с распахнутыми крыльями. 15. Мистическое – это знание мирских и духовных дел с обеих сторон, то есть и умом, и в процессе личного душевного и духовного переживания. 16. Прагматический мистицизм ищет всю правду целиком, а не одну ее грань, а потом обдумывает, куда встать, как поступить. 16. Когда читаешь старые сказки, возникает ощущение, что это тоже состояние чувства и знания, которое все родители передавали детям независимо от пола. 17. Как мы уже видели, слезы многофункциональны, они служат для защиты и созидания. 18. Большая часть женской культуры оказалась буквально погребена на века, и нам доступны лишь крупицы того, что лежит под спудом. Женщины должны иметь право вести исследования, и пусть им не отказывают, прежде чем они успеют провести археологическую съемку. Весь смысл в том, чтобы жить полной жизнью, в соответствии с собственным инстинктивным мифом. 19. Числа обладают большой силой. Многие ученые от Пифагора до каббалистов пытались разгадать тайну математики. Вероятно. 465. Пронумерованные груши, отзвук мистицизма, а также музыкальные гаммы. 20. Безрукая девица, девушка с золотыми волосами и девочка со спичками имеют много общего, так или иначе, все они чужие для окружающих. Сказка «Безрукая девица» охватывает самый полный психологический цикл. 21. Вы можете удивиться, сколько самостей, то есть центров сознания, находится в душе. При всем их множестве главной обычно бывает одна. Как Пуэбло и Касситас в Нью-Мексико, душа всегда пребывает по крайней мере в трех состояниях, старая разрушенная часть, та часть, в которой вы живете, и часть в процессе строительства. Именно так и бывает. Кроме того, согласно теории Юнга, словом «самость» обозначается огромная душевная сила, а словом «самость» — более индивидуальная, более ограниченная личность, кой и являемся мы. 22. Наиболее полные письменные сведения о старых обрядах принадлежат древним грекам. Хотя в большинстве древних культур некогда существовали обширные летописи, куда входили сведения об обрядах, правилах проведения ритуалов и исторические записки, а также многочисленные средства выражения, скульптура, литература, живопись, поэзия, архитектура и т.д. Большинство, если не все, оказалось уничтоженным в ходе следовавших друг за другом завоеваний, которые имели самые разные цели и мотивы. Чтобы уничтожить культуру, необходимо истребить священный класс, художников, писателей и все их творения, жрецов и жриц-целителей, ораторов, историков и хранителей истории, всех певцов, танцоров и поэтов, всех тех, кто способен потрясать душу и дух человека. Однако ковчег истории до сих пор несет через века кости многих уничтоженных культур, доставляя их прямо в наше время. 23. Елизавета стара и тоже беременна, и о Аннам. Фрагмент, где ее муж лишается дара речи и т.д., исполнен большой мистической силы. 24. Иногда эти этапы достигаются не столько в соответствии с хронологическим возрастом, сколько в зависимости от потребностей и плана духа и души. 25. Архитектический символ короля исследуется в книге Роберт 50. Мурен Дуглас Джилетт, Хинг, Вориер Маджишин, Лавер, Сен-Франциско Харпер 1990. 26. Символы садовника короля, чародеи и т.д. могут быть приложимы как к мужчине, так и к женщине и быть созвучны обоим. 27. Выражение созидания души я впервые услышала от Джеймса Хиллмана, которого можно сравнить с печью для выплавки идей. 28. Старуха, одна из ипостасей тройственных греческих богинь. 29. В Теогонии Гесиода, 411-52, говорится, что Персифона и Старуха Геката всем прочим предпочитали общество друг друга. 30. Джин Синода Болен в своей убедительной книге о Менопаузе. 466. Отмечает, что пожилые женщины сохраняют энергию менструальной крови в своем теле и вместо внешних детей порождают внутреннюю мудрость. 31. Глава Испанской Инквизиции, патологически жестокий человек, санкционированная серийная убийца той эпохи. 32. Таков ритуал посвящения, которым подвергают молодых матерей старые циелительницы в католических традициях моей семьи. 33. Цитируется по Экласс Севентин, 5 Сарпа Б, класс Тит. 34. Например, некоторые современные мужчины утратили ощущение роста и убывания своих сексуальных циклов. 35. Отни ничего не ощущают, другие погрязли в излишествах. 35. В некоторых версиях этой сказки покрывало называется платком, и оно не сползает от доновения пневмы, дыхания, а малыш, забавляясь, то опускает его на лицо отца, то поднимает. 36. Послесловие. 1. Отрывок из стихотворения «At the Gates of the City of the Storyteller God», copyright 1971, C.P. Estes, Rowin' Songs for the Night's Sea Journey Contemporary Chants, частная публикация, 1989. 2. Перед вами драгоценный фрагмент подлинного текста, в котором ясно определяется самая суть искусства сказителя, «Этас, культура и мастерство норазделимы». Приведенный ниже отрывок принадлежит поэту и рассказчику, истинному мастеру Стиву Санфилду, который посвятил десятилетие упорному труду, необходимому для дальних окраин души. О мастере сказителя. Чтобы стать мастером в любом деле, нужно посвятить этому всю жизнь, а не годы или даже десятилетия. Нужно целиком погрузиться в это занятие. Если же прошло всего 20, даже 30 лет, то претензии на мастерство отдельного сказителя или всего направления можно назвать самонадеянностью. Если появляется такой мастер-сказитель, ни у кого не возникает вопросов. Он обладает особым качеством, может быть неуловимым, но мгновенно узнаваемым. Если сказитель живет той или иной истории годы или всю жизнь, она становится частью его души, и человек ведет рассказ изнутри истории. Такое качество нечасто встретишь. Сноровка еще не все. Ведь мастерство – не бойкость, не ловкие приемы, не фокусы, цель которых – заинтересовать слушателей. Это не рассказ ради того, чтобы тебя любили, ради денег или славы. Мастерство – это не. 467. Пересказывание чужих историй. Это не попытка понравиться одному из слушателей или части аудитории, это не попытка понравиться кому бы то ни было. Это состояние, когда ты слушаешь свой внутренний голос, а потом вкладываешь сердце и душу в каждую историю, даже если это всего-навсего шутка или анекдот. Мастер-сказитель должен владеть искусством лицедейства, движением, телом, голосом и дикцией. С точки зрения поэзии, он должен стремиться дать простор языку. С точки зрения магии, мастер должен творить волшебство, начиная с первого слова и заканчивая последним исчезающим образом. Благодаря пониманию, заработанному трудами в мире и сполна прожитой жизнью, сказитель обретает сверхъестественное чувство видения аудитории и ее потребностей. Истинный мастер умеет точно подобрать рассказ для каждой аудитории, для каждого случая. Чтобы сделать такой выбор, необходимо иметь богатый и содержательный репертуар. Именно широта и качество репертуара в первую очередь отличает мастера-сказителя. Чтобы собрать такой репертуар, нужно много времени, ведь он растет медленно. Превосходный сказитель ей только знает историю вдоль и поперек, но и знает все о ней. Ведь истории существуют не в вакууме. Это был отрывок из записи беседы в баре Дока и Вилли, запись Боба Дженкинса, каперайт 1984, Стив Сэнфилд. 3. Архетип, то есть непостижимую силу жизни, можно пробудить. Сказать, что это мощная сила, значит ничего не сказать. 4. Всемерно подчеркиваю, все, что связано с целительством, требует обучения у наставника, который знает пути, методы и, без сомнений, живет с этим знанием всю свою жизнь. 4. Моя бабушка Катерина говорила, что самый большой невежда не тот, кто не знает, а тот, кто не знает, что он не знает. А еще хуже и опаснее тот, кто знает, что не знает и ничего с этим не делает. 5. Лаа Никакой Вивиа Лас Хисториас, та, что проживает в сказке. 6. В раннем детстве я была крещена в католическую веру в Соусидет де Гвадалупой, поэтому мой главный корень, самые проникновенные мои труды проистекают от преданного служения Сыну Божьему и Его Матери, Богоматери Гевы Дилупской, Блаженной Матери во всех ее святых именах и ликах, 7. Дичайший из диких, сильнейший из сильных, в знании моем и в опасности. 7. Бывает, что такие договоры оформляются юридически. 8. Это первейшее правило целителей. Если не можешь помочь, не вреди. А чтобы не навредить, нужно знать, чего нельзя делать. 9. Совершенная работа. Это когда скроено так, чтобы было в пору не работнику, а Богу. Из стихотворения «Ладиоса де ла Клариста» «Ун Мэнафэстоу пэйквэйноу», Капирайт 1971С, Ки Эстис, «Фром зе Роуин Сонгс фор зе Найтси Джорни», «Контемпорори Чентс», Частное издание, 1989. 468. Приложение. 1. Для меня, как и для многих других, понимание многих книг начинается с перечитывания. 2. Из Каментин Бифорзе Поэмс Капирайт 1967КП Эстис из книги «Ла Пассионара» «Коллектот Поэмс». 3. У нас в роду страдать. Не значит быть жертвой, а значит, быть храбрым перед лицом беды, быть отважным. Даже если ты не можешь полностью владеть ситуацией или судьбой, нужно делать все, что можешь. Я использую слово «страдание» в этом смысле. 4. Писатели, которые к тому же являются родителями, часто спрашивают, «Гэда, вы пишете, когда?» Поздно ночью до рассвета, когда все угомонились по дороге в церковь, в автобусе, во время мессы, после времени, до времени, между временем, в любое время и на всем, что попадется под руку. 5. Маленькое предостережение. Поскольку, внимание к вопросам. 6. Индивидуация и может вызывать активизацию мыслей и чувств, нужно позаботиться о том, чтобы не просто стать аккумулятором идей и ощущений, но и уделять достаточное количество времени работе, стараться использовать усвоенное в повседневной жизни. 6. Моя ежедневная практика, которую я передаю другим, главным образом созерцание мира и всех чудес, вмещаемых им в себя. Независимо от того, где и с чего вы начинаете, практика должна быть регулярной. Она должна быть не слишком долгой, но зато достаточно концентрированной в том отрезке времени, который вы для нее отводите, как можно более сосредоточенной и, разумеется, ежедневной. 6. Смотри примечание к главе послесловия, сказка как лекарство. 7. Существуют конкретные депрессии, мании и другие расстройства, которые по природе своей являются органическими, то есть проистекают от нарушений в одной из физических систем организма. Болезнями органического происхождения должны заниматься врачи. 8. Молодежь, которую я вижу в университетах, семинариях и колледжах, так стремится любить этот мир, учиться, учить, творить, помогать. Поскольку именно она наше будущее, то значит, это будущее несет в себе невероятные сокровища. 4. 469. Сноски. 1. Дорогим родителям, Марии и Йожефу, Мэри и Джозефу с глубокой любовью, Вюнг, и всем тем, кого я люблю, кто продолжает исчезать. 5. Прим. Рэд. 2. В оригинале, Wild Woman, как следует из концепции автора, это не только и не столько дикая, сколько первая первозданная, неискалеченная цивилизацией женщина. В дальнейшем эти термины используются как синонимы, в соответствии с нюансами контекста. 5. Прим. Рэд. 3. Игра слов, аллюзия на истоки классического образования, восходящие к Древней Греции. 5. Прим. Рэд. 4. Аиди лад. К терминологии Фрейда. 5. Прим. Рэд. 5. По техническим причинам компьютерный набор диокритические знаки в данном издании отсутствуют. Приносим извинения читателю. 6. Прим. Рэд. 6. Впервые этот термин был употреблен Ш. Хилманом. 7. Итальянская литературная форма. Стихотворение из шести стров. 8. Тетушки и дядюшки. Бабушки и дедушки. 9. Все, что имеет отношение к экскрементам. Грязное. 10. Самоназвание эскимосов. 470. 11. Индийские поселения, многокомнатные дома крепости. 12. Мексиканские кукурузные лепешки. 13. Мексиканское блюдо из мяса, тушеного с фасолью и красным перцем. 14. Профессиональные сказители, музыканты-певцы Западной Африки. 15. Направление в искусствознании XX века, исследующие сюжеты и изобразительные мотивы в художественном произведении для определения его историко-культурного смысла и выраженного в нем мировоззрения. 16. В греческой мифологии афинский герой, указавший Диаскуром, где была укрыта их похищенная Тизеем сестра. 17. Психическое состояние, в котором человек испытывает любое нереальное, либо слишком высокое, мания величия, либо слишком низкое, депрессия, чувство своей идентичности. 18. Добропорядочный педант, персонаж фильма «Прощайте, мистер Чипи». 19. Психическая структура, образовавшаяся в результате интро-йокции, когда функции внешнего объекта берет на себя его психическое представление, посредством которого отношения с внешним объектом заменяются отношениями с воображаемым объектом внутри себя. 20. Джордж Сигал, американский скульптор, известный своими белыми гипсовыми фигурами, изображающими людей. 21. У Юнга сильный, внушающий трепет, таинственный, обогащающий, символическое переживание, которое невозможно описать. 22. В ирландской мифологии и фольклоре эльф, букв, маленькое тело. 23. В английской мифологии, одна из разновидностей эльфов, согласно преданию, это потомки друидов, не принявшие христианство. 24. Бессознательный прообраз, избирательно направляющий восприятие одним субъектом другого, вырабатывается на основе первых межличностных отношений в семейном окружении. 25. Зубастое влагалище, у Фрейда женские гениталии, способные убить или кастрировать. 26. Блинчики с острой мясной начинкой. 27. Инанна, героиня шумерского мифа, в вавилонской мифологии ей соответствует Иштар. 28. Мозолистое тело, лад. 29. В ирландской мифологии сверхъестественное существо, иногда в облике прекрасной женщины, встреча с которым предвещает смерть. 30. Перевод М. Лозинского. 31. По другой версии, его ужалила змея. 472. 32. Еврейский праздник вознаменования событий, описанных в книге Есфири, когда евреи в Персии были спасены от массовой резни. 33. Черная базальтовая плита с надписью на трех языках, египетском и иероглифическом, египетском динатическом, разговорном и древнегреческом, обнаруженная в 1799 году на берегу розетского рукава Нила. Благодаря его находке были расшифрованы египетские иероглифы. 34. По шкале Фаренгейта. Примерно 38 градусов по Цельсию. 35. Палеолитическая скульптура, найденная в Нижней Австрии и изображающая тучную женщину с пышными формами. 36. Здесь перфекционизм, стремление к совершенству любой ценой. Прим, Ред. 37. Канадский олень, Ранджифер Кэрибу. 38. В оригинале игра слов «Брас-брасайр» «Латунный лифчик». 39. У леммингов бывают необъяснимые периоды массовых миграций. Существует легенда, что в конце своего пути лемминги тысячами устремляются в море и тонут. Своё сердце, пообещав ей, что через условленный срок вернёт ей шкуру, и тогда она сможет остаться с ним или вернуться в свою страну, как пожелает. 40. Оставьте меня в покое, Исп. 41. Хуан де Епис и Альварес. 1542-1591. Знаменитый испанский мистик, поэт, монах Ордена Кармелитов. Его произведение «Тёмная ночь души», «Ночь оф Оскара де Лялма», одна из вершин мистической литературы. 473. 42. Бесстыдный и непристойный «Андул». 43. Грязь «Андул». 44. Грязное слово «Андул». 45. Знаменитая голливудская кинозвезда 30-х годов, славившаяся пышными формами. 46. Гватемальский кит «Цаль» или «Квизал», «Фарамачрас Мочина», государственный символ Гватемалы, священная птица Майя и Ацтеков. 47. Девушка, культовое имя богини Персифоны. 48. Кумушка Исп. 49. Модель пещеры с яслями, младенцем Христом, его матерью и так далее. 50. Глинобитная хижина индейцев Наваха. 51. Длинное женское платье. 52. Четверицеа или «Кватерность», универсальный архетип, образ четырехчастной символической структуры. 53. Термин античной философии, обозначающий характер лица или явления. 54. Разочаровывающий или невыразительный исход того, что обещала. 474. Хороший конец. 55. Аптекарь Исп. 56. Моя бабушка-знахарка, Исп. 57. Для цветных девушек, которые задумали самоубийство, когда достаточно радуги. 58. Имеющие отношение к старческому слабоумию. 59. Племенной союз, основу которого составляли ацтеки. 60. Жилые постройки у латиноамериканцев. 61. Евангелие от Луки. 1.20.22. 62. После ознакомления с книгой не забудьте купить ее бумажную версию. 62. Все книги на сайте представлены исключительно в ознакомительных целях. 63. После скачивания книги и ознакомления с ее содержимым вы должны незамедлительно ее удалить. 64. Копируя и сохраняя текст книги, вы принимаете на себя всю ответственность, согласно действующему законодательству об авторских и смежных правах. 65. Администрация сайта призывает своих посетителей приобретать книги только легальным путем. 65. Продолжение следует... 65. Продолжение следует... 66. Продолжение следует... 66. Продолжение следует... 66. Продолжение следует... 66. Продолжение следует...